Здравствуйте, уважаемые зрители. В России появился новый способ мошенничества. В данном случае я говорю о мошенниках, выдающих себя за сотрудников Федеральной налоговой службы и требующих декларации. Схема несет угрозу для большого числа физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Построена схема на компании по сдаче налоговой декларации и представляет собой угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей. Злоумышленники направляют на электронную почту письма, в которых выдают себя за сотрудников налоговой службы, с требованием предоставить декларацию по специальной ссылке. При переходе по ссылке потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты. Ну и номер, имя, фамилия владельца карты, трехзначный код, естественно, на обратной стороне, якобы для идентификации налогоплательщика. На самом деле, с помощью мошеннического ресурса злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев и схем обмана жертвы. Здесь можно порекомендовать быть бдительными и не реагировать на такие письма, не переходить по ссылкам и в сообщениях и не предоставлять личную и финансовую информацию. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн. Что касается кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая 2024 года, то гражданам нужно самостоятельно подать в налоговый орган декларацию о доходах за прошлый год. Речь идет о доходах, в том числе от продажи имущества, квартир, домов, земельных участков, транспортных средств, акций, сдаче в аренду имущества и других. Узнать о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». Я надеюсь, данная информация была полезна и интересна. Спасибо большое за внимание. Приятного просмотра.